Правительство Казахстана успокаивает. Реализация кашаганской нефти не влияет на параметры республиканского бюджета. По словам экономиста Петра Свойко, кашаган больше напоминает чей-то большой личный пиар-проект. Сегодня на нефтяном рынке иные погодные условия, переизбыток нефти, поэтому никакой кашаган не актуален. От начала добычи на кашагане большой пользы Казахстану не будет. Ну разве там какие-то рабочие места во всей этой инфраструктуре будут задействованы. Но они и сейчас уже, и во время стройки, их даже больше, чем тогда, когда начнется эксплуатация. А уменьшение потока новых инвестиций в кашаган может очень неприятно сказаться на внешнем платежном балансе Казахстана и, соответственно, на курсе национальной валюты. То, что касается выкладок экономических экспертов, в меньшей степени волнует активистов гражданских. Житель Атырау Макс Бокаев переживает по другому поводу. Его интересует прозрачность и распределение залежи кашагана. Конечно, неприятно, что они там не раскрывают все эти происходящие там какие-то события. Очень неприятно. Ну вот, знаете, наверное, что до сих пор даже договор между Казахстаном и этими компаниями, которые работают на шейфе, до сих пор он не опубликован. Что уж обо всем говорить? Своё достаточно интересное мнение есть у финансиста Айдана Карибжанова. Вот цитаты из его статьи. Для инвестора идеальная ситуация, когда в течение всего срока проекта добываемая нефть идет на компенсацию его расходов, а доля государства находится на уровне 10-20%. Смета кашагана выросла с 30 миллиардов до 130 миллиардов. И это не предел. То есть инвесторы вывезут нефти на 100 миллиардов больше, чем полагали 15 лет назад. Столичный аналитик Мурат Абулгазин считает, пусть все огрехи будут на начальном этапе, в чем все это вылезет потом. Но в целом нефтедобыча угрожает Каспию. К слову, ни один из экспертов не смог внятно ответить на вопрос, что дает или даст нынешнему поколению казахстанцев большая казахстанская нефть. Они даже говорят, эта нефть уже давно не казахстанская.